Уважаемые коллеги, добрый вечер. Мы начинаем нашу встречу. Если можно, напишите, пожалуйста, в чате, хорошо ли вы меня слышите, потому что важно понимать, убедиться, что все в порядке. Я вижу, что звук идет, но хотелось бы знать, что и вы тоже слышите. Да, хорошо, большое спасибо. Кстати, если можно, напишите, пожалуйста, откуда вы слушаете, потому что у кого-то вечер, у кого-то совсем уже, возможно, вечер, поскольку у нас обычно в вебинар собираются люди из самых-самых разных городов. Вот я вижу у нас Пермь, Нижний Новгород, очень приятно. Я в Нижнем Новгород 22 июня буду на конференции выступать. Ёшкар-Ола, Пермь, Рязань, тоже пока все еще в рамках одного часового пояса, Минск. Очень приятно, большой привет Беларуси, Ленинградская область. Ну, пока вы пишите. Я, Саша, вы позволите, начну. Петербург. В Петербурге я буду выступать на конференции 27 и 28 июня, так что близко. Красноярский край, Енисейский район. Очень хотелось бы, давно не было в Красноярске, но пока в ближайших планах нет, к сожалению. Ну, кто знает, может быть, получится. Итак, коллеги, мы сегодня с вами поговорим о довольно простых вещах. Да, я прошу прощения, понятно, что когда на вебинар загружаются, то знают, кому идут, но все-таки я представлюсь. Меня зовут Алексей Кенобеев, я кандидат педагогических наук, главный редактор издательства «Титл», академический директор Умскул Академии, доцент Института иностранных языков МПГУ, ведущий эксперт Академии Минпросвещения России, эксперт Московского центра качества образования и старший научный сотрудник Российской Академии образования. Мы сегодня с вами будем говорить о том, как помочь ученикам запоминать материал. Мы посмотрим, вернее, мы сами вспомним, как и почему мозг запоминает информацию. Посмотрим на некоторые моменты, которые, может быть, вы знали, но не применяли на практике, может быть, и применяли, и вы просто убедитесь, что да, все правильно происходит. Посмотрим на некоторые приемы для эффективного запоминания и научимся применять ИГР для запоминания информации. Весь вебинар у нас примерно час продлится, может быть, чуть-чуть покороче. Кстати, я хотел спросить, а скажите, пожалуйста, скажите, пожалуйста, у вас есть ученики, которые в этом году сдают ЕГЭ? То есть вот сейчас в понедельник, ой, не в понедельник, а во вторник была письменная часть ИГЭ, в субботу устная часть будет. Просто почему я спрашиваю? Вот, если есть, так, у нас есть лицей из Паралева, Подмосковья. Если есть, я покажу сегодня в конце, вот когда мы будем говорить про эти примеры, для запоминания приема и прочее, я покажу одно пособие, которое только-только готовится к выходу к новому учебному году, но у вас уже будет возможность заглянуть и увидеть то, чего пока никто, кроме авторов и издателя, еще не видел, потому что пока еще только отправляются в типографию. И это как раз пособие для ЕГЭ, я надеюсь, что вам будет интересно. Ну что ж, давайте мы с вами вспомним несколько моментов. Мы все с вами прекрасно помним, что у нас есть несколько каналов восприятия информации. Пару десятков лет говорили о том, что люди делятся на познавательные стили. Но потом, поскольку не нашли убедительных, однозначно выказать, что действительно люди на такие стили делятся, стали говорить поаккуратнее немножечко, что у разных людей есть свои предпочтения восприятия информации. И вот с предпочтениями это действительно так и есть. Есть люди, которые воспринимают информацию графически, так называемые визуалы. Им легко воспринимать информацию графическую, картинки, схемы, таблицы. Есть аудиалы. Это те, кто вспоминают информацию, которую они слышали, как она звучала. Это лекции, это они вспоминают, когда вслух проговаривают что-то, Тут беседы вспоминают. И есть еще киноэстетики, которые запоминают с помощью движения. Им на помощь приходит мышечная память. И, кстати, когда мы говорим о киноэстетиках, я думаю, что в каждом классе, наверное, бывает один-два учеников, таких два ученика, которые, в общем-то, не поседы. Они вечно сидят и чем-то занимаются. То они карандаши в руках вертят, то они бумажки какие-то перебирают, то еще что-то. Тут копошатся и копошатся. Бывают у вас такие ситуации? Есть у вас такие ученики, которые просто никак не могут спокойно сидеть, положить руки на стол и прочее. На самом деле вполне возможно, что эти ученики не страдают каким-то расстройством внимания, что они не ученики плохо воспитанные. Вполне возможно, это ученики киноэстетики, которым надо двигаться для того, чтобы информацию воспринимать. Мы сейчас с вами обсудим эти моменты, как это работает, что помогает воспринимать и прочее, прочее, прочее. Но вот давайте мы, кстати, проверим насчет киноэстетиков, визуалов и прочих. Вот давайте попробуем понять, а какой у вас предпочтительный канал восприятия информации? Понять это на самом деле довольно легко. Вот давайте представим, что вам надо вспомнить код от вашей банковской карточки. Как вы его вспоминаете? Вы вспоминаете прямо цифры, как они выглядят. Например, у вас цифры перед глазами стоят, может быть, бумажка, на которой они были написаны. Или вы клавиатуру представляете, прям вот видите визуально более четко те цифры, на которые надо нажимать. Или, может быть, вы вслух проговариваете этот код, вот про себя там шепотом, как-то микродвижение языком совершаете, но, тем не менее, на слух ориентируетесь. Или, может быть, вы вообще не смотрите ни на картинку, ни на вслух, а просто кладете руку на клавиатуру, прикрываете глаза, или вообще не смотрит туда, и просто пальцем начинает шевелить, и вам мышечная память подсказывает, как набирать. И это может быть, и как-то в банкомате мы деньги получаем, и в магазине пин-код вводим, и прочее, прочее, прочее. Вот как у вас это происходит обычно? Кто из вас, вот посмотрите, есть движение пальцев по клавиатуре, посмотрите, есть у нас визуалы. Но, вы знаете, как правило, визуалов больше всегда, аудиалы на втором месте, киноэстетиков меньше всего. И поэтому, если вот у вас движение пальцев, то вам мышечная память помогает. Это не значит, что у нас другие каналы плохо работают, они все работают хорошо. Просто у нас есть свои предпочтения. Кто-то бывает сначала, вот интересный пример, посмотрите, пожалуйста, коллега подбирает рифму в цифрам. Вы знаете, у меня была, пожилая очень на то время, учитель с немецкого языка знакомая, она еще мою маму в школе учила, и она мою маму пережила. Причем лет на 10 пережила. Как она запоминала телефонные номера? Она говорит, да, я могу в память телефона заглянуть, но надо свою память тренировать. Она делала просто, она думала, с какой песней у нее ассоциируется тот или иной человек, и просто напевала номер телефона, телефона этого человека на мотив этой песни. Она говорит, ни разу зубоев нет. Она не говорит, вот как она сказала. Почему звука нет? Так, коллеги, вот у кого-то звук как раз есть. Вот Светлана Дробкова от вас, да, слышно было через микрофон. Вы проверьте, пожалуйста. Можно в чате написать. Надо попробовать порегулировать у себя. Может быть, динамик не включился. Может быть, бывает так, иногда динамику включаешь, там автоматически звук выключается. Так вот, и вот эта вот учительница, она до глубокого-глубокого возраста, ее когда не стал, ей, по-моему, 87 было, или 88. Она прекрасно номера телефонов все запоминала. Так вот, мы все прекрасно знаем, что это помогает. Мы прекрасно знаем, что учебник должен включать обязательно и картинку для ввода лексики или для опоры для говорения. И аудиозапись должен включать. И хорошо бы, когда дети что-то еще и поделают в рабочей тетради. Но о чем мы не думаем обычно, когда пытаемся запомнить, это о том, что есть вещи, которые нам мешают, наоборот, запоминать. Например, визуал, как правило, любит учиться в тишине. Его звуки отвлекают. Ему надо сосредоточиться на визуально, на картинке. И если какие-то посторонние звуки будут, ему это некомфортно. Аудиалу, наоборот, мешает тишина. Он постоянно ее пытается заполнить. Включает музыку. Окно открывает, чтобы движение машин было слышно на улице, если окна выходят на дорогу какую-то. В общем, он пытается эту тишину заполнить, чем может. Киностетику мешает неподвижность. Киностетик постоянно пытается шевелиться. Вот скажите, пожалуйста, те, кто себя определили более-менее, вот как киностетики, визуалы или аудиалы, действительно ли это так? Потому что, ну, действительно, происходят ситуации, когда люди, действительно, бывают такие ситуации, когда люди пытаются что-то запомнить, и им это мешает. Да, вот действительно такая же картина получается. Причем самая тяжелая ситуация – это когда в одной комнате, например, в общежитии два студента живут. Один из них визуал, другой аудиал. Вот представляете, одному нужно музыку для того, чтобы он учился как следует. Не он постоянно что-нибудь там играет на заднем фоне, и он себя чувствует очень комфортно. А другого начинает раздражать эти вещи. И они ему мешают, потому что он говорит, выключи, мне учиться надо. А другой говорит, как ты можешь в тишине учиться. И действительно, вот эти вот проблемы. То есть, посмотрите, оказывается, когда мы пытаемся помочь нашим ученикам что-то запомнить, надо подумать, что им может помешать. И постараться как-то это ликвидировать. Поэтому, если у вас в классе большинство визуалов не стоит особо пытаться, например, музыку включать, какие-то еще вещи. Они пригодятся, когда мы вводим информацию. Но когда им надо учиться, мы им говорим, ребята, тише, пытаемся учиться в тишине. Вот так вот. Но давайте дальше посмотрим, что еще может помочь. Что же помогает? Если ребенок аудиал, помогает проговаривание информации вслух. Причем проговаривать, конечно, его просто так скучно. Поэтому для того, чтобы легче запоминать, имеет смысл посоветовать аудиалу. Читайте вслух текст ритмично, в разных темпах. Быстрее, медленнее, с ритмом, с каким-то определенным. И тогда текст запоминается лучше. Кстати, обратите, пожалуйста, внимание, поскольку эти каналы, они у нас всех развиты, эти приемы, они остальным помогут. Просто аудиалу они важнее всего. Остальным они второстепенную роль будут играть для остальных. Причем, посмотрите, еще один простой прием – это проговаривать информацию с разными эмоциями. И чем ярче, тем легче запоминается. То есть, например, берем один и тот же текст, который надо несколько раз вслух прочитать. Мы хотим, чтобы ребенку вслух прочитал для того, чтобы он запомнил, понимая, что ребенок у нас аудиал. Что мы ему говорим? Прочитай сначала этот текст радостно, потом прочитай его удивленно, потом прочитай его задумчиво, ну, потом еще как-то можно сердито, обиженно, жалобой, как угодно. Самое главное, что вот эти все эмоции, они переключают вроде бы, казалось бы, они внимание ученика переключают на то, как это читается, но при этом запоминают гораздо лучше. Попробуйте, кстати, при случае, когда вам что-то надо запомнить. Вот представьте, например, вы готовите выступление на какую-нибудь конференцию, и вы волнуетесь, как оно у вас пройдет. И бывает так, что некоторые люди прямо текст выступления пишут, его примерно прочитывают. Попробуйте его с разными эмоциями прочитать. Будет весело, поверьте, весело будет. Представьте, вы ходите на конференцию, начинаете жаловаться, или вы ругаетесь на всех, или наоборот вы радостны, или сами удивляетесь тому, что у вас написано. Но зато вы его точно запомните. Вот маленький приемчик, но помогает. Дальше. Как запоминать визуалу? Визуалу имеет смысл рисовать. Рисовать схемы, любые значимые картинки. Вот вспомните, мы все со школы помним, как выглядят рукописи Пушкина. Там же постоянно рисунки на полях, правда? Скорее всего, судя по этому, Пушкин был визуалом. Мы, конечно, на 100% говорить не можем, но само обилие рисунков, оно заставляет это подозревать. Поэтому, если у вас ученики визуалы, предложите им рисовать любые схемы. Я сейчас покажу примеры. Выделять важную информацию в тексте маркером. Для них это очень важно. Вот, кстати, Ленин тоже, скорее всего, был визуалом. У него же постоянно книги, с которыми он работал. Помните, мы еще с детства об этом знаем. Они постоянно в пометках, в выделениях, в подчеркиваниях. Просто потому, что визуальная информация запоминается тогда хорошо. И плюс есть еще один прием. Надо представлять картинку. Что здесь имеется в виду? Я вам сейчас расскажу об эксперименте, который я провел со студентами из Великобритании. И это было давно. Я тогда был в аспиранторе. Они были студентами. То есть, с учетом того, что я университет закончил в этом году, как раз 25 лет будет, как я его закончил. Соответственно, диссертацию в 2001 зачтил. В общем, это между 1998 и 2001 годом. Почему я про это говорю? Чтобы было понятно, сколько лет прошло. 23 и больше. Но я все еще это помню. Итак, как мы сделали? Мы обсуждали тоже со студентами английскими, как вообще запоминать какие-то вещи. Я им сказал, говорю, вот если вы хотите запомнить список слов, которые, казалось бы, друг с другом не связаны, вот ничего в них общего нет, это на самом деле сделать можно довольно легко. Но, предположим, такие слова. Пингвин, верблюд, пустыня, айсберг, сок, телевизор, что там еще может быть. Ну, вот эти, а, кресла. Вот эти вот слова. Как их вместе запомнить, когда они настолько бессвязные? Было бы трудно. Я говорю, представьте картину. Пингвин сидит в пустыне, пьет холодный сок, сидит в кресле, смотрит по телевизору айсберг, а где-то вдалеке по пустыне идет верблюд. Все. И вы эту картинку запомнили. И у вас все работает прекрасно. Вот. То есть совершенно никаких проблем нет. И, видите, я вот эти вот слова до сих пор помню, несмотря на то, что прошло столько лет. И как-то я с кем-то разговаривал, и про летать назад был, и с тем, кто присутствовал при этом примере. Они говорят, ты знаешь, мы их тоже помним. И мы, говорит, пытались из головы выкинуть, мы все равно эту дурацкую картинку представляем. И, действительно, чем картинка ярче, чем она нелепее, тем лучше она запоминается. Я боюсь, вы теперь тоже, если вы пытались во время моего рассказа картинку представлять, вы ее тоже много лет будете помнить, и список слов запомните. Но это вот то, как это работает. Что делать к киноэстетику, которому ни звук особо не помогает, ни картинки. Ему, когда он что-то заучивает, надо делать что-то руками. Пусть он вертит карандаш, пусть он мнет бумагу, лишь бы он других учеников не отвлекал. Позвольте ему шевелиться и копошиться. Для него это способ запоминания. Но что нам помогает? А вот точно так же, как с маленькими детьми работать. Когда мы какие-то вводим новые слова, термины, слова, трудные для правописания, предложите ребенку прописать их просто рукой. Например, слово acquire, оно же действительно трудное. Правда, это сочетание C, Q, A, U, A, E, которое ученики часто забывают. Даже в старших классах забывают. Предложите им несколько раз это слово прописать перед собой в воздухе, и вы увидите, насколько они его легче запомнят. Ну и плюс, если какие-то термины отдельные надо запомнить, то можем посоветовать ученикам придумать ассоциацию самых важных терминов с какими-то микродвижениями, незаметными, чтобы экзаменатор не увидел там щелчок пальцев, жест, ногой топнуть. Главное, чтобы экзаменатор не сидел, не смотрел на ученика, чего тот сидит и дергается. То есть, вот эта киностетика поможет. Но давайте посмотрим на другие приемы. Еще раз хочу подчеркнуть, несмотря на то, что мы говорим об аудиалах, визуалах и киностетиках, мы смотрим на приемы, которые каждому помогут и пригодятся. Просто для кого-то они будут первоочередными, для кого-то они будут помогать во вторую, в третью очередь. Итак, что нам помогает запоминать? Здесь важно запомнить вот что. Ключом к запоминанию является системность. То есть, мозг легче всего запоминает ту информацию, которую он может уже связать с другой, которая есть в памяти. Поэтому, естественно, следует стараться связать новую информацию с тем, что уже знают наши ученики. Один из вариантов, который помогает эта интеллект-карта, вроде бы совсем простая вещь, но они помогают нам показать схематические связи между информацией и сразу становится легче. Вот представьте картину. Вы с учениками проходите виды транспорта. Вы им показали картинки, как этот транспорт подписан, все как называется, проговорили и прочее, прочее, прочее. Дали им список слов с переводом, и все равно ученики забывают, как сделать, чтобы они запоминали легче. А можно взять и написать вот такую вот интеллект-карту. Посмотрите, пожалуйста. Вот у нас категории. Air transport, road transport, water transport, rails transport. И вот у нас слова, например, road transport, bus, bike, truck, car. Water transport, oil tanker, container ship, cruise ship, ferry. Вот у нас самолеты. Cargo plane, грузовой. Drown helicopter passenger plane. Причем, посмотрите, мы когда дойдем до поезда, до железнодорожного транспорта, мы с удивлением увидим, например, что самолеты грузовые – это cargo plane, а грузовые поезда – это freight train. Немножечко другое слово, правда? И также intercity, high-speed train sprinter. Sprinter – это вот экспрессы, которые без остановок почти едут. То есть не обязательно говорить express train, хотя слово экспресс используется. Есть, оказывается, словечко sprinter. Удобно, очень удобно. Как такие карты рисовать? Не каждому нравится это делать. Есть ученики, которые с удовольствием рисуют, и прямо у них такой визуальный словарь, не визуальный словарь, а словарь в каждой теме из интеллект-карт складывается. А есть те, которым не нравится. На самом деле все довольно просто. Посмотрите, пожалуйста, есть вот такие сервисы. Я для вас собрал сервисы либо абсолютно бесплатные, либо они платные, но у них есть ограничения в бесплатной версии. То есть, например, какое количество карт можно сохранять в облаке. Но это же на самом деле нетрудно. Создали карту, скачали ее в виде файла графического, и все, сохранили себя в электронном виде. А затем создаете новые. И вот несколько сервисов. Посмотрите, и вот эти электронные доски Miro, Online и Mindmap. И, коллеги, это не путаница, я не опечатался. Mindmap, так и называется от слова Up. И Visme и Mindmeister – замечательные совершенно сервисы. И карту, конечно, всегда можно нарисовать от руки. Как ее можно использовать? Ну, во-первых, конечно же, вспомнить и систематизировать слова по теме. Даже вводить лексику, можно заполнять такие карты. Можно использовать карту, как опору для рассказа. То есть, вот у нас пункты, мы их пронумеровали, и рассказ создаем. Что здесь важно? Важен один принцип. Чем карта ярче, тем легче запомнить. Вот посмотрите, пожалуйста, вот карта черно-белая. Запоминается? Конечно, запоминается. А если мы ее раскрасим? Причем несколько вариантов. Есть вариант вот такой. Посмотрите, мы каждому виду транспорта придали некий цвет и записали слова таким образом. Вы видите, здесь уже слов больше, а не другие немножечко. Тут категория Land, Water и Air. Тут Road и Train не разделяется. Здесь все в одно у нас отправилось. Но, тем не менее, можно вот так поработать. Легче запомнить. Легче, самое главное, не спут цвета. У цветов должен быть какой-то некий символизм. То есть, это как система условных обозначений в учебнике. Ученик должен понимать, почему именно такой цвет, что он обозначает. Либо посмотреть с маленькими детьми, как можно работать. Вот у нас прекрасная карта. У нас тема природа. Самые первые слова, которые ученики знают. Уже можно что-то нарисовать. Нарисовали вот такие рисунки. Все, у них получился визуальный словарь. Очень на самом деле удобно. Здесь каких-то разделений больших нет. Но посмотрите, по крайней мере, у нас идет группировка. Например, солнце, облако, радуга. Это то, что в небе бывает. Оно все в одну сторону. То, что на земле, sun grass, a beach, a lake. Все отдельно. Если бы к траве цветы писали, мы туда приписали бы. Если кроме пряжи и озера мы хотели бы написать там море, еще что-то, мы бы в тот конец. И таким образом, просто по визуальной близости уже легче вспоминать. Простой прием. Конечно, простой. Есть тут что-то нового. Новое для нас, конечно, ничего нет. Но когда мы начинаем смотреть на систему и понимать, почему это работает, вдруг открываешь для себя новый способ использования. И вот посмотрите, кстати, вот такие приемы используются в пособии по ЕГЭ Ирины Викторовны Хитровой. Это устная часть ЕГЭ-2023, книга. И посмотрите, но с учетом того, что не будет никаких изменений в формате заданий в следующем году, совершенно четко, кстати, на случай, если вы переживали, не будет никаких изменений в формате ЕГЭ. Там могут быть небольшие изменения в плане, чуть-чуть еще уточнят критерии, но кардинальных изменений нет. Просто могут еще более точной формировки сделать задания. Так вот, тем не менее, посмотрите, вот она эта книга, она в следующем году будет также актуальна. И мы видим, что здесь, например, вводятся слова, давайте на левую страничку, на крупную сначала глянем. Вот у нас тема «Здоровый образ жизни». Сначала вводятся выражения, а затем не просто даются слова, которые относятся к этой теме. Но ученикам сразу предлагается распределить их здоровое питание, нездоровое питание. И теперь, когда они будут говорить на эту тему, а про здоровое питание все время, это неотъемлемая часть этой темы, у них уже будет готова информация, да еще и она в голове у них будет по полочкам разложена. Потому что бывает проблема, когда ученик, у него нет проблем с лексикой, он знает эти слова, но его вопросы в публике ставят, особенно на устной части, когда у нас идет интервью, когда могут задать вопрос, например, вот если вы смотрели открытый вариант ЕГЭ, который был в апреле опубликован, там, например, один из вопросов есть. What famous Russian sportsman do you know? What are they famous for? То есть там проблема, если ученик сходу не может назвать спортсменов, то у него может просто время, 40 секунд уйти. Ну, как правило, дети справляются, они хоть кого-то назвать могут. Там же не требуется достижения, какие-то пересказывать, просто she is a famous tennis player, например, этого достаточно, но все равно могут растеряться. Вот, пожалуйста, у нас все уже организовано. Далее, посмотрите, пожалуйста, слева, чуть помельче, тема спорт. Точно так же начинается units of vocabulary органайзер, перед тем, как перейти к тренировке в форматах ЕГЭ. И, например, сначала виды спорта делятся на winter kinds of sports, summer kinds of sports. Затем заполняют табличку, где у нас есть спорт, как называют спортсмены, которые этим видой спорта занимаются. И затем последняя табличка, где в этот спорт играют. Например, хоккей-ринг, вернее, бокс-ринг, хоккей-ринг, может быть, да, swimming-pool, вот такие вот моменты. Удобно? Конечно, удобно. У детей уже по полочкам информация раскладывается. Давайте посмотрим. Это мы сейчас говорили про категоризацию информации, про то, как ее можно структурировать в сознании. Давайте подумаем еще, как ее можно соотносить новую информацию с уже имеющейся. Вот такая игра, что общего, прекрасно работает. На карточках пишем слова или термины, которые требуется запомнить. И затем на угад вытягиваем по две карточки, пытаемся сказать, что этих слов двух общего. Очень часто правильных ответов может быть много, поэтому пытаемся назвать как можно больше верных ответов. Удобнее всего, когда делим класс на микрогруппы и получается соревнование. Чем больше правильных ответов назвали, тем больше баллов получили. Например, what does glass and cement have in common? Вроде бы не такой простой ответ, а на самом деле they are both made from sand, правильно? They are both construction materials и так далее, и так далее. Что-то ученики могут придумать. Например, my home is built from glass and cement. тоже может быть вполне. Как еще можно расширять ментальный лексикон? Мы уже говорили о том, что можно придавать системность, можно распылять по категориям, можно ассоциации с уже знакомыми словами создавать. А что еще можно? Можно использовать когнаты и избегать ложных друзей-переводчиков. Я сейчас расскажу чуть попозже про них. И можно использовать игры. Давайте посмотрим на некоторые игры. Вот такая игра прекрасно работает как разминка в начале урока. Name five. Например, name five words that grow on trees. И дети начинают вспоминать. Причем, вы знаете, здесь проблема не в том, что они слов не знают. Им эти слова дать перевести с русского на английский, они их тут же переведут. А здесь проблема в том, что у них в голове вот такой категоризации нет. А в жизни, если вас по-русски спросить, а что на дереве съедобного растет, вы тут же назовете. То есть мы здесь пытаемся активизировать лексику именно так, чтобы она встроилась в личный жизненный опыт ребенка. И такие занятия, они очень хорошие, разминочные. Занятия, задания, упражнения. Я обычным ученикам говорю, если вы не помните, представьте его в магазине. Вот перед вами лежат все вот эти вот вещи, продукты, витрина с фруктами, овощами. И вам легче будет назвать, когда визуально представили. Name five words that grow underground. Опять же, potatoes называют, carrots называют, потом впадают в ступор. Только потом вспоминают, что редис есть, свекла есть, кто там что еще может вспомнить. Кто-то может вспомнить хрен. Кто-то репку вспоминает, сказку из детства. Практически никто не знает, что арахис под землей тоже растет. Вот такие вот вещи. Name five words that are white, Name five words that are sweet. Чем мне вот такие игры нравятся, категоризацию, тем, что ее очень легко придумать. Буквально за пять минут до начала занятий. Просто называем категорию, и все. Тем, что можем в одну категорию поиграть только для разминки. Можем несколько категорий использовать на уроке. Зависит от того, сколько у вас времени есть, насколько дети активны. И самое главное, что она решает, эта игра большую важную задачу, категоризирует лексику, привести ее в систему. Точно так же можем не просто сходство искать, а выбираем наоборот пары почти синонимов, near synonyms. Например, Выбираем вот такие вот пары, пишем их на карточках. Ученики пытаются, делим учеников на микрогруппе, предлагаем им, например, за две минуты как можно больше написать, сколько скотств и сколько различий есть у этих вот предметов. И ученики придумывают. Что еще может быть? Можем предложить посравнивать. Посравнивать предметы, которые явно отличаются между собой. Так, сейчас одну секунду, коллеги. Небольшая техническая заминка. Так, ага, все, вроде бы все заработало у меня. Окей. Итак, предлагаем как можно больше сходств явно отличающихся предметов назвать, например, wind and water. They both can flow. There are currents. Wind currents, atmospheric currents and the water currents. Но это прям не так легко оказывается. A sweater and a blanket, конечно, сказать легче, что у них за сходство. They can both keep you warm. They can both be made from wool. То есть, в принципе, это очень похоже на игру, что общего, но здесь мы скорее сравниваем, не что они общие имеют, а чем они похожи. Например, a fish and the soul. Можем сказать, например, they both need water to function. Или же мы можем сказать, например, they both smell. Правда же? Запах, конечно, разный, но это тем не менее сходство. То есть, это не совсем одно и то же. Можем предложить детям выстроить по порядку какие-то слова. То есть, даем списки из четырех слов каждый и просим ребенка выстроить слова в логическом порядке. Объяснить, почему именно так. Где-то логический порядок будет очевиден. Например, our second day minute. Понятно, от короткого к длинному начнут. Second minute, our day. Где-то neck, head, feet, вниз, либо сверху вниз, либо снизу вверх начнут. А вот, например, последняя строчка teach cabbage, fear, watermelon. Там гораздо сложнее, потому что ребенок сам должен выбрать основу для категоризации. Например, по размеру, по цвету, по сладости. Даже от того, что нравится больше, к тому, что нравится меньше. Или наоборот. Самое главное, чтобы ребенок выбрал и объяснил. Это все прием, на самом деле, развивающего обучения. Но как только начинаешь обдумать, в какой категории что-то отнести, тут же эти слова начинают вписываться в личный жизненный опыт и информация запоминается лучше. Если нам надо запомнить большой объем информации, то здесь это работает так. Мы берем большие тексты и делим их на несколько логических частей. И в каждой части предлагаем сначала ученикам задать вопросы. Кто, что сделал, когда, как и почему. И затем, соответственно, дать на них ответы. И тогда информация заполнится. Точно так же предлагаем ученикам объяснить каждую часть так, словно помогают кому-то понять новую информацию. И даже составлять шпаргалки. Почему бы и нет? Пусть дети попробуют составить шпаргалку. Пусть они возьмут, например, сделают закладку и на этой закладке напишут правила какие-нибудь грамматические. Самое главное, что происходит анализ информации, отбор нужной и попытка передать ее в краткой форме. То есть это ровно то, что мы пытались сделать с упражнениями, которые перечислены выше. Единственное, что потом детям сказать, что шпаргалку использовать не надо. Ни на уроке не надо, ни тем более на контрольной работе. А написать, почему бы нет, дело вполне полезное. Кстати, раз уж мы заговорили про творческое мышление, вообще про развитие ребенка, то посмотрите, как удобно можно развивать творческое мышление через английский язык и помогать запоминать слова. Пишем название каких-то повседневных предметов на карточках. Например, paper, scarf, ruler, pencil, fridge, magnet и так далее. И затем ребенок вытягивает карточку наугад и пытается придумать, как еще можно использовать этот предмет. Например, how can you use a scarf? I can use it as a belt. Действительно, в качестве пояса можно подрезаться. I can use it as a strap when I show the bag. Можно из него сделать ремень, на котором сумку носить можно? Наверное, можно. И дальше дети начинают уже придумать, что еще можно сделать с шарфом. Там, веревку, связать несколько шарфов, спуститься с балкона и прочее, прочее, прочее. Самое главное, чтобы они придумали. Как правило, задания эти делают с удовольствием и даже не обращают внимания на то, что они таким образом отрабатывают нужную лексику. Так что работает это очень даже неплохо. Можно предлагать задания на выбор. Например, what ten things will you take along when you go hiking? What ten things will you take along when you go to a summer camp? What ten things will you take along when you go to visit your grandparents? And why? Вот такие вот моменты. Зачем они нужны, такие задания? Ну, во-первых, это опять задание на категоризацию. Ученики думают, что лично им нужно из лексики. То есть язык становится персонализированным. Не просто вот отдельно какие-то слова и темы, которые абстрактно в программе должны пойти. А дети начинают прилагать это все на свой личный жизненный опыт. И вот эти вот моменты мы сделали. Плюс тут еще и воспитательный момент у нас происходит. Потому что, например, когда навещают дедушку и бабушку, там могут быть полезные вещи, а могут быть вещи просто приятные продукты, отвезти, подарок какой-то сделать и прочее. И вот такие вещи мы всегда можем задать вопрос, а надо ли это включать в 10 things. И глядишь, кто-то из детей немножко другими словами, посмотрит на такие вещи. Конечно, можно использовать всякого рода игры на запоминание. Самая простая очевидная игра это когда мы смотрим на картинку, например, 10 секунд, затем ее убираем и либо просим ребенка сказать как можно больше о картинке. Но мне кажется, работает лучше гораздо другой пример. Это когда мы задаем вопросы и помогаем таким образом вспомнить. What color was the sofa? How many cushions were there? How many vases were there? Вот такая картинка. Мне ее нравится использовать, потому что она на самом деле очень удобная. В ней вроде бы ничего такого необычного нет, но в то же время тут много есть о чем поговорить. И про цвет, и про предметы домашней обстановки. И тут у нас есть, видите, и teacups, и bowl у нас тут есть. То есть на самом деле слов-то здесь немало и далеко не все слова простые. И cushions. Что там еще у нас есть? Blanket, этот вот плед. И дети удивляются, когда узнают, что плед и одеяло это одно и то же. По-английски называется, если мы не имеем в виду дювей, которые накидывают как покрывало на что-то. Вот такие вот моменты. Вроде бы все просто, но стоит нам эту картинку убрать, начать задавать вопрос. Вот мы ее уберем, например. What color were the curtains? Сразу сложнее вспомнить. How many was the sadda? И прочее. И это хорошая опора для говорения в том числе. Насчет когнатов ложных друзей-переводчика. Говорю, как обещал. Когнаты, как мы с вами помним, это слова помощники, потому что они пришли в два языка из третьего, и поэтому у них форма сохраняется и значение. Например, budget, chocolate, goose, idea, radiation shots, rare zebra, kiosk, что там еще может быть название, блюд, тем более, pilaf, shawarma, shawarma, kebab и прочие вещи. А вот ложные друзья-переводчика, они внешне похожи, а значения разные. И целые словари есть. Мы, как правило, в школе что используем, слово magazine, чтобы дети знали, что это не магазин, а журнал, или, например, journal, что это не журнал, а газета, от французского слова journal произошло. Но этих слов гораздо, гораздо больше. И обычно я с учениками говорю так, мы когда эти слова повторяем с ними некоторые, то я говорю, вот представьте, например, идет какая-то беседа, и вы не то слово сказали. И, соответственно, как собеседник отреагирует, насколько будет смешно. И когда вот такие смешные какие-то ситуации вспоминают, то очень даже довольны вполне. И запоминать такие слова очень легко. Я ученикам говорю обычно, вечером посмотрите, перед тем, как спать, ложитесь, прочитайте список когнатов, там хотя бы первые 10, и отдельно в другой день ложных друзей-переводчика. И все. Когнаты очень расширяют словарный запас, ложные друзья-переводчика самим конизмом запоминаются. Как еще можно запоминать слова? Не все дети ведут слова-риды, мы не всегда считаем полезным. Тем не менее, для того, чтобы овладеть словообразованием, хорошо использовать вот такой простой-простой прием, когда мы записываем не отдельное слово, а сразу несколько его слова-форм. Например, не слово culture, а пишем culture, подчеркиваем ed, окончание, и в русском языке выделяем суффикс культурный. Далее uncultured, некультурный, cultural, опять культурный. И ученики начинают удивляться, они говорят, как же так, и culture было культурный, и cultural культурный, в чем разница? И вот тут как раз и объясняем, что посмотрите, окончание ed, оно же не зря, не просто так, оно похоже на оно похоже на причастие прошедшего времени, да, boiled cooked и прочее. Почему не зря? Потому что culture – это как будто оккультуренное, то есть что-то надо было сделать, чтобы культура появилась. А al, так же как historical, например, или еще какие-то слова с таким суффиксом можно привести. Вот в этом слове свойства уже заложены изначально, поэтому a cultured person, про человека, когда мы говорим о событии, какое-то культурное мероприятие, у него культура – это неотъемлемая часть, там ничего с ним делать не приходилось, чтобы оно стало культурным, тогда получается cultural event. Вот вроде бы простые совсем вещи, но для учеников они порой становятся открытием. Ну и, соответственно, другие можем, элементы словообразования. Что еще хорошо помогает? Игра табу. Здесь совсем просто берем активный вокабуляр, пишем слова на карточке по одному слову на карточке, дети играют в микрогруппах, в небольших совсем, и ученики по очереди вытягивают карточки, им надо объяснить, что это за слово. Похожие игры есть Alice, есть игра крокодил тоже, то есть как угодно можно жестами, прочими вещами, самое главное слово нельзя называть. Например, мы говорим it is wet, it is white, it is cold, it falls from the sky in winter, it's not rain. И еще до того, как мы закончили перечислять эти качества, как правило, ученики уже говорят, что it's snow. Я не так давно провел такую же группу, играли мы со студентами из МПГУ. И кому-то из студентов попало слово smartphone. Ну действительно, казалось бы, ну что там можно про smartphone сказать, например, you use it to talk to other people, it can work like a small computer, you can carry it on you all the time, и прочее. Вы знаете, студенты сказали проще, тут же определение дали, it's a device you use every day, то есть для них не функции важны, а то, что частота использования этого девайса. Все, тут же все сказали хором прямо одновременно, не вся, конечно, группа, но большая часть групп тут же сказала a smartphone. То есть оказывается, что у нас с вами могут ассоциации возникать немножечко не те, как у учеников другого возраста, тем более, эта игра интереснее. Как еще можно запоминать лексику? Ну, во-первых, используем стихи. Мы все прекрасно знаем, что рифмованные тексты запоминаются легче, поэтому можно прочитать, например, стихи на английском, которые написаны для носителя языка. Я сейчас покажу пример на следующем слайде и скажу, где такие находить. Точно так же можем читать специально написанные с учебными целями стихи. Это вот то, что, например, пишут Клара и Марианна Калфман. И прием для запоминания. Берем длинную, мягкую шерстяную нитку. Почему шерстяную? Чтобы не порезаться. И начинаем читать стихотворение. Читаем строчку, обернули вокруг запястья. Читаем еще строчку, еще оборот нити. Потом, когда начинаем заново читать, мы отматываем вот эти вот строчки. И это становится, во-первых, это для киностетиков полезно. Во-вторых, это становится визуальной опорой. А сколько там строчек еще осталось? И вот так вот это работает. Этот прием, на самом деле, опять же, он известный. Его воспитатели в детских садах используют с детьми. Но почему-то в школе мы про него забываем. Хотя вполне удобно можно использовать. И, как я говорил, стихи могут быть простые. Например, вот стихотворение написано носителем для носителей языка. Обратите внимание, пожалуйста, на адрес этого сайта Timely Friend Poems. Там можно действительно найти очень приятные современные стихи такого рода. Например, Красивое стихотворение, но из него в методическом смысле не так много можно выжить. Да, есть полезные слова. Да, красиво. Да, попробуем научиться сами, например, стихотворение писать. Но дальше этого не очень полезно. С этой точки зрения полезнее специально написанные стихи, которые соответствуют теме программ, имеют нужные школьникам слова и содержат готовые упражнения для запоминания. Например, вот такой сборник стихов в английских стихах для начальной школы у Клары Исаакова и Марианы Юрьевны Кауфман. Вот у нас стихотворение. Все время его показывают. Он действительно очень удобный. Он называется «Леонна Джемея». И там принцип тот же самый в этой книге. Для тех, кто не знает, я думаю, тем более будет интересно посмотреть. Кстати, обратите, пожалуйста, внимание, что к этой книге все стихи записаны на аудио. Поэтому вы можете зайти в интернет-магазин на сайт englishteachers.ru, найти вот эту вот книгу. Там прям рубрика есть «Стихи школьный театр». И вы в аннотацию видите ссылку, по которой вы можете зайти и скачать как раз эти аудиозаписи. И посмотрите, вот у нас стихотворение. То есть, ребенок, который любит свою комнату, ему-то нравится. «Стихотворение» звучит так, что если только догадываться по заголовку, можно подумать, что оно какое-то печальное. На самом деле ничего подобного. Все здесь хорошо, не печально. И тут у нас есть, посмотрите, словарь. То есть, дети разберутся со словами. И затем задание. Прослушай стихотворение, скажи, о чем оно. Затем, на какой картинке изображена комната одинокого Джимми. Мы опираемся на детали. Затем у нас вопросы для контроля понимания. Затем начинаем запоминать. Слушай, диктор, повторяй каждую строчку за ним. То есть, здесь вот все отработали. Даже можно самостоятельно делать про этот алгоритм. Затем заполни пропуск существительными, изображенными на картинках. Запомни пропуски глаголами. И научись рассказывать о комнате Джимми. Ну, посмотрите, чтобы было не скучно, найди одну ошибку в описании комнаты. И здесь мы ищем ошибку еще. А потом задача, выход на говорение. Опиши свою комнату, попробуй сделать это в рифму. Получилось в рифму, молодец. Не получилось. Главное, что описание комнаты получилось. А вся лексика у нас уже давным-давно, благодаря этим упражнениям отработано. И грамматика тоже. Так что очень удобно. Кстати, если у вас ученики забывают неправильные глаголы, то попробуйте им давать не список в алфавитном порядке, а дайте им вот такой рифмованный список неправильных глаголов, легко найти в интернете. Это вот те самые старинные категории, которые сохранились. И дети просто читают каждую группу перед сном вечером. Например, Одну группу отработали, молодцы. В следующий раз вторую будем группу отрабатывать. Затем третью, четвертую, так всего девять групп. Они неравномерны по объему, но это вот то, как есть. Зато очень легко запоминаются. Хорошо помогает запоминать визуальная, конечно, опора. Это визуалы, календарь, словарь, когда можно запоминать по одному слову в день. Вместе с ребенком и родителем это делают. Можно просто предлагать это делать. Один месяц – одна тема. И здесь посмотрите. Вот он, этот календарь. В прошлом году календарь был на другие темы. Готовится новый календарь. И вот у нас список тем, которые в этот календарь включены. Я когда собирал этот календарь, мне хотелось сделать так. Дать те самые слова, которые нужны для жизни, но которых в учебниках часто не хватает. Потому что понятно, что когда мы собираемся на вокзал, то нам важно знать, например, как там будет сингл, ретенд тикет или ванн-вэй, раунд-трип и так далее. Но кроме этого, нам же и другие слова нужны. Как будет сказать, например, пройдите за турникет. Вообще, как турникет по-английски? Тан-стайл. Да, еще какие-то вещи. И вот именно вот эти вещи, которые в жизни нужны, а в учебниках не хватает, я как раз такой календарь и включаю. И посмотрите, даже, казалось бы, такая простая, заезженная тема, как праздники. Здесь не только привычные праздники, христианские, например. Здесь есть праздники мусульманские, индийские и так далее. И не все слова мы легко назовем, даже глядя на картинки. Вот как, например, назовем гирлянды вот этих с флажков треугольных? Я честно скажу, я не знал. При том, что я, например, дважды Рождество встречал в Великобритании, один раз в Америке и прочее. То есть, трижды был, например, на праздниках, когда все это используют, в англоязычной стране. Мне это не помогло. Я не знал, иногда такие вещи нужны. Оказывается, это стрима. Это вот 28 декабря. Ну и другие слова здесь есть, например, 23 декабря. 22 декабря, gift tag. Вот как это по-русски назвать? Мы прекрасно понимаем, что это такое по-английски. По-русски пришлось думать, как это назвать. Решили, что предложим вариант этикетки к подарку. То есть, действительно, есть такие вещи, которые иногда проще на изучаемом языке запомнить сразу. И напомню, 365 слов, календарь, слова на весь целый, на целый год. Полезно смотреть видео. Но здесь опять стоит помнить, что и наполнить ученикам, что нам требуются разные виды понимания. И все это очень, на самом деле, довольно просто. Вот большое спасибо за комментарии. Sonzenpounds for Junior School. Это тоже, но только не просто стихи, а песни авторов Клары и Марианны Кауфман. Очень нравится ученикам. Действительно полезно лексики по теме. И там песни такие, там хорошие, светлые, радостные мелодии. Поэтому их приятно петь, и дети с удовольствием поют. Большое спасибо, что написали. Я только-только заметил ваш комментарий. Итак, посмотрите. Когда мы смотрим видео, напоминаем детям, что не надо пытаться понять каждое слово. Потому что и в жизни у нас разные виды понимания. Правда же? Иногда нам достаточно понять, о чем эпизод, иногда конкретная информация нужна, а еще иногда надо понять полностью, зачем человек так поступил. Но удобно использовать прием shadowing. Он хорошо помогает отработать темп и ритм речи. Как это делается? Выбираем кусочек длиной в минуту-полторы, не больше, если больше тяжело будет. Сначала смотрим первый раз, пытаемся понять, без субтитров, о чем там говорится. Затем второй раз смотрим с субтитрами и обращаем внимание не только на то, что говорится, но и как говорится. То есть интонация, произношение. Третий раз включаем, делаем громкость намного тише, чтобы только чуть-чуть слышно было. Включаем субтитры, ученики, опираясь на субтитры, пытаются одновременно с актерами или с диктором озвучить фильм так, этот отрывочек крохотный, чтобы максимально воспроизводить интонацию. Все прекрасно работает. Я собрал небольшой список из сериалов и фильмов, которые могут пригодиться. Но мне кажется, нет смысла зачитывать этот слух, потому что у каждого есть свои предпочтения, каждый что-то знает. Ну и в любом случае, если вам нужна презентация, то, пожалуйста, я готов вам дать ее скачать. Если нужна презентация, напишите, пожалуйста, в чате. Хорошо? Вернее, не скачать, а прислать я вам могу прямо вот в чат. Но хотел бы напомнить еще вот о чем. На самом деле и многое другое можно делать. Например, чтобы помогало ученикам запоминать какие-то слова, создаем языковую среду. Например, слушаем онлайн-радио. Онлайн-радио в разной станции есть. И radio.garden, и другие агрегаторы радио тоже есть, вы их легко сможете найти и онлайн-радио-боксы, и прочее, прочее. Достаточно просто поисковике вбить онлайн-радио. И тогда вы выбираете радио из разных стран мира с разными региональными вариантами. Но желательно, конечно, выбирать либо музыкальные станции, либо станции для детей и избегать разных политических. Хорошо работает сайт lyrics-training.com. Его тоже многие знают. Если вы не знаете, обратите, пожалуйста, внимание. Там огромное количество клипов. Причем это не просто клипы, к ним есть субтитры, и это работает как игра. Вы включаете песню, начинается музыка, появляются субтитры, и какие-то слова в субтитрах пропущены. Когда спели строчку, где слово пропущено, автоматически встает на паузу видео, и пока это слово не впечатаешь, дальше не двинется. Так что, по сути, это диктант. Но диктант, который ученикам нравится. И обратите внимание на замечательный сайт funprivia.com. В этом сайте есть викторины для учеников образовательные. Вот, например, примера привожу викторины о знаменитых зданиях разных стран. Поэтому есть что посмотреть, есть с чем поработать. И вот такие игровые приемы тоже здорово помогают, конечно же. Я бы напомнил бы ученикам, кстати, что язык – это не самоцель, а это на самом деле инструмент. И раз это инструмент, он нужен нам для получения информации. какой-то. Например, можем включать how-to videos, там и разные, там и кулинарные рецепты, и поделки какие-то. Много чего можно найти. Обычно эти видео очень короткие, по две минутки, по две с половиной, максимум по три. И ученики смотрят и понимают, что и как делать. Они понимают, потому что они на экране видят, и потихонечку автоматически эти новые слова и запоминают. И здесь легко подбирать видео под их интересы. Ну и, соответственно, дополнительную информацию для школы. Это вот летом можно посоветовать. Например, простые видео с объяснением школьных тем по биологии, еще каким-то предметом тоже все это можно использовать. И, наконец, последний момент в завершении, когда надо повторять материал. У нас есть два вида памяти. Краткосрочная и долгосрочная. И для того, чтобы повторять, мы запоминаем, забываем информацию, к сожалению, с неравномерной скоростью. И это еще психолог немецкий Бенгаус в конце 19 века вычислил. И затем вплоть до 70-х годов разрабатываю вот эту теорию интервального повторения. То есть, с какими промежутками надо повторять информацию, чтобы она легко запорнилась. Чтобы нам по этой формуле ничего самим не считать, предлагаю взять готовый калькулятор повторений. Их тоже много в интернете. Один из них удобный, на мой взгляд, вот такой вот matematica-club.ru И он вам сам рассчитывает, когда вы что-то изучили, когда надо повторять. Вы видите, что здесь на два раза надо увеличивать интервал каждый раз с небольшим преувеличением. То есть, не совсем два, чуть-чуть побольше. Но уж лучше с калькулятором посчитать, и тогда информация гораздо легче. Например, к экзаменам выпускным подготовить и прочее вспомнить. Что еще поможет? Помогает разнообразие смены места обучения. То есть, не сидеть все время за столом, а психологические эксперименты подтверждают, что когда мы при обучении меняем место расположения, например, из одной комнаты в другую идем, чуть-чуть почитали дома, немножко почитали на улице, в библиотеке и так далее, то информация запоминается лучше. Это работает для мозга, освежающе действует, точно так же, как смена видов деятельности. Как правило, самая важная информация в начале и в конце текста содержится. Поэтому, естественно, ее прежде всего надо читать, выделять, если мы пишем какие-то пересказы. Все важное включаем в начало и в конце еще раз повторяем абзаца. Ну и, соответственно, чтобы хорошо запоминать, надо хорошо высыпаться. Об этом ученики часто забывают. Что я хочу предложить? Полезное сообщество для абитуриентов. Если у вас есть ученики старшей школы, возьмите, пожалуйста, презентацию, прямо сканировать можно этот QR-код. Это сообщество, включая Englishquam, создала умскул, специально для школьников, для старшеклассников, совместно с рядом университетов, например, МПГУ и ГСГУ, ну и ряд других университетов. Вы сможете найти, то есть можно смело посоветовать ученикам эти сообщества. Там есть и советы по тому, как ЕГЭ сдавать, и как ВУЗ выбрать, и когда документы подавать, объясняют, чем, например, хороши или чем опасны могут быть целевые направления, там что знать надо. И плюс еще там есть консультации психологов, это все бесплатно, потому как с эмоциональным выгоранием бороться со стрессом и с прочим-прочим моментами. Ну и, наконец, как обещал, несколько слов про новое пособие, которое появится к сентябрю, но вы сейчас прямо увидите, как вот эти вот приемы, они здесь тоже заложены отчасти. Пособия авторов Ирины Викторовны Хитровой и Натальи Сергеевны Зверевой, это, кстати, разработчики не только учебных пособий авторы, но и разработчики онлайн-тренажера exam-assimulator.ru это единственный в России тренажер по ЕГЭ, подготовки к устной части ЕГЭ и ОГЭ, который имеет сертификат в соответствии от ФИПИ. То есть ФИПИ подтверждает, что задание по уровню сложности, по содержанию, по формату полностью соответствует экзаменационным. Ни у одного другого онлайн-тренажера такого в России нет. Поэтому очень рекомендую. Так вот, что же здесь авторы сделали? Готовится вот такое пособие к выходу, в типографию уже отправили, называется Improve Your Writing Skills. Тут уже, не удивляйтесь, ЕГЭ 2024, но я, поскольку могу смело вам сказать, адрес тренажера, конечно, давайте я его напишу. exam-simulator.ru Так вот, это те же авторы, которые и пособие пишут, и тренажеры заработали. Так вот, возвращаясь к нашей с вами теме, что в этом пособии удобно? Формат ЕГЭ не поменяется, поэтому смело можно использовать. Посмотрите, здесь ученикам не просто рассказывают, как что-то сделать, особенности задания, но прямо объясняют, как эксперты оценивают. Ученики сами учатся оценивать работы, анализируют ответы других учеников. Есть чек-листы, которые они могут использовать для каждого из заданий, чтобы не забыть ничего и приучаются с ними работать. Приводится не просто анализы ответа, вот видите, здесь объясняется все очень детально, но и приводится прямо по шагу инструкции по написанию и полезные фразы для каждого абзаца и так далее, и так далее, и так далее. И в итоге прямо по шагу ученики пишут пять эссе по пяти различным темам, и о них учатся писать. Я, кстати, поскольку, естественно, издательство получило труппись еще в январе и готовил ее к изданию, я воспользовался служебным положением с разрешения авторов и прямо все вот эти вот задания попробовал на своих учениках. Я сейчас жду, вчера тоже ученики написали письменную часть ЕГЭ, жду, какие будут результаты. На пробнике один из учеников написал на восемьдесят шесть баллов, но посмотрим, что живьем будет. Ну и остальные очень неплохо. То есть я просто проверил эти задания и они действительно работают. Можете поверить. Из практики. Вот такие вот вещи. Ну и плюс те моменты, которые мы часто забываем либо ищем эту информацию сами. Например, как выражать числовые значения разными способами. Что еще можно делать? Как использовать вот такие вещи? Какие полезные фразы? И тут прямо по шагам учатся. То есть вот оно, это новое пособие в сентябре будет. Ну что ж, коллеги, мы на этом закончим. Так, я обещал презентацию. Я вам сейчас ее сброшу в чат, так, чтобы вы смогли ее скачать. Хорошо? Одну секунду. Итак, вот файл PDF. Он загружается. Почему PDF? Потому что он всего 3 мегабайта есть. Если бы это был файл PowerPoint, то в три раза тяжелее. Я надеюсь, что у вас получится скачать. Именно поэтому я не стал много картинок класть и прочего, для того, чтобы файл сам был полегче. Коллеги, получается скачать? Давайте сделаем так. Вот мы еще две минуточки поддержим вебинар открытым. Я уже отключаюсь. Две минутки поддержим вебинар открытым, для того, чтобы вы могли скачать все это. Вот спасибо вам большое за добрые слова. Я как раз хотел спросить, что сегодня вам было полезно. Например, потому что понятно, что нового я не так много сказал. Может быть, какие-то игровые приемы новые увидели. А в общем-то я постарался освежить и систематизировать информацию, которую нам дают, и показать эту информацию из того, что нам давали на психологии, показать, как она прикладно применяется для практики, для обучения. Так что надеюсь, что сработало. Ну что ж, коллеги, спасибо вам большое. Тогда еще минуточку поддержим вебинар открытым. А я на этом с вами завершаю. Пока нашу встречу. Ну и хотел бы напомнить, 22 июня я буду в Нижнем Новгороде на конференции приходить. Если кто-то хочет живьем послушать, я буду целый мастер-класс проводить, целый час про то, как формировать функциональную грамотность на уроках иностранного языка. Там, кстати, очень удобно. И в Петербурге у меня будет короткое выступление, но надеюсь, что все равно пригодится. Поэтому, если есть возможность, приходите. Это абсолютно бесплатная конференция. Так что, надеюсь, будет полезно. Ну что ж, спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok